Доброе утро, коллеги, спасибо за приглашение, потому что по нашим ощущениям, конечно, нам нужно больше общаться, чтобы достигнуть большее взаимопонимание, которое, в общем, необходимо для выбора вами оптимальной тактики для пациента. Мое сообщение, к сожалению, будет не такое радужное, как у цитологов, не будет столько чувствительности и специфичности, у меня ограниченное время, поэтому я остановлюсь в основном на проблемах, которые есть, которые стоят перед морфологом при работе с этим материалом. Конфликта интересов у меня нет. На сегодняшний день мы работаем по классификации Всемирной организации здравоохранения. Это пересмотр, который вышел в 2016 году. В разделе, который посвящен, собственно, опухолям уротелиального тракта, как и в многих других разделах этой классификации, произошли изменения. Может быть, они не очень существенные, но, тем не менее, стоит на них остановиться. Это рубрики классификации опухоли уротелиального тракта. Отдельное вынесло уротелиальные опухоли, которые, безусловно, составляют подавляющее большинство опухолей этой локализации. Но мочевой пузырь очень пластический орган, очень пластичный, и образования, которые могут в нем возникать, в общем, отличаются значительной гетерогенностью. Видите, есть отдельно плоскоклеточные, железистые, карцинома урахуса, опухоли мюллеровского типа, мы пару слов скажем о них, нейроэндокринные, мезонхимальные опухоли и множество других. Но, конечно, уротелиальные являются самыми частыми. И первая рубрика в классификации – это инфильтративный уротелиальный рак. Казалось бы, что тут может быть нового, он может быть низкой степени злокачественности, высокой степени злокачественности, но при этом, как я уже сказала, опухоль – это отличается высокой пластичностью и так называемой дивергентной дифференцировкой. Зачем вам эта информация? Зачем нам это искать и отражать в своих заключениях? Ведь дифференцировка может быть разная, может быть плоскоклеточная, это самая частая гетерологическая дифференцировка в уротелиальных карциномах, как правило, встречается в уротелиальных карциномах high-grade, и при этом степень ее выраженности или распространенности может быть от минимальной до субтотальной. То есть опухоль может выглядеть субтотально, как плоскоклеточный рак, но при этом, если мы выявляем хотя бы минимальные участки типичного уротелиального рака, она должна быть классифицирована как уротелиальный рак с дивергентной дифференцировкой, потому что эти опухоли отличаются другим клиническим течением по сравнению с первичными плоскоклеточными раками мочевого пузыря, которые бывают крайне редко, часто ассоциированные с шестосомозом. Глондулярная дифференцировка бывает реже, возможно, глондулярный цистит имеет какие-то предпосылки трансформироваться в раки с подобной дифференцировкой, либо воды на карцином мочевого пузыря. Что касается трофобластической дифференцировки, то это тоже вопрос не очень однозначный. Редко, когда опухоль формирует настоящие морфологически идентифицируемые структуры трофобласта, но при этом она может экспрессировать бета-ХГЧ и секретировать его в кровь. И в таких опухолях, конечно, уровень этого маркера может быть использован для мониторинга ответа, скажем, на системную терапию. Что касается мюллеровской дифференцировки, я в двух словах напомню, что это такое. Мюллеров проток – это эмбриональная структура, с которой развиваются органы женского полового тракта. Понятное дело, что у мужчин тоже рудиментарно эти структуры остаются, и вот из них могут развиваться разные опухоли, которые, как правило, напоминают опухоли женского полового тракта. Если мы говорим о мочевом пузыре, то чаще всего это светлоклеточная карцинома, которая также отличается агрессивным течением. Собственно, почему я об этом говорю, почему я на этом останавливаю свое внимание, потому что на сегодняшний день есть, в общем, достоверные данные, которые говорят о том, что опухоль с любым количеством гетерологической дифференцировки отличается менее благоприятным прогнозом по сравнению с чистыми артериальными карциномами. Поэтому, в общем, это должно быть отражено в заключении патолога. В качестве опции предлагается указывать долю или процент этой гетерологической дифференцировки, и что касается низшего или минимального порога, его не существует, то есть любое количество этих структур должно быть отражено в заключении и может повлиять на прогноз. Кроме гетерологической дифференцировки, есть еще много разных вариантов инфильтративного уротелиального рака, которые, как правило, действительно встречаются гораздо реже, чем обычный инвазивно-уротелиальный рак, и тоже сопряжены с менее благоприятным прогнозом в разной степени. Кроме того, часть из них может вызывать диагностические сложности для патолога, так гнездный и микрокистозный варианты могут быть спутаны, особенно по небольшим биоптатам с циститами разных видов. Но пару слов, наверное, стоит сказать про плазмоцитойный или перстневидно-клеточный, который раньше так назывался, или диффузный тип инфильтративного уротелиального рака. Раньше этой единицы нозологической классификации не было, она появилась сейчас впервые. Более того, на сегодняшний день есть данные о том, что, вероятно, по крайней мере, часть этих опухолей относилась к эмуцинозным аденокарциномам мочевого пузыря, то есть вообще к другой классификационной группе. Но они характеризуются отсутствием вне-клеточной продукции слизи. То есть это опухоли, которые могут иметь цитологические характеристики перстневидных клеток, то есть это эксцентрично расположенное ядро, смещённое к периферии клетки, наличие, может быть, вакуолев в цитоплазме, которые это ядро смещают, либо просто это азинофильная плазмоцитойная цитоплазма. Почему я так много говорю про эту опухоль? Потому что она характеризуется, как перстневидно-клеточный рак желудка, как дольковый рак молочной железы, очень выраженным инфильтративным ростом. То есть это опухоли часто выявляются на запущенных стадиях локальных, характеризуются ранним сосудистым метастазированием. И это всё определяет, в общем, неблагоприятный прогноз у таких пациентов. Но это редкость. Кроме того, вы видите ряд уротелиальных раков, которые могут симулировать неэпителиальные опухоли. Это, конечно, в ряде случаев создаёт сложности для патолога. Требует дополнительных методов исследования. Ну и большая, большая группа, с которой вы чаще сталкиваетесь, и мы чаще сталкиваемся, это, конечно, неинвазивные уротелиальные образования, которые, в общем, по разным данным составляют 60, 70, даже 80% уротелиальных образований мочевого пузыря. Это опухоли разных морфологических видов и степени злокачественности. Мы немножко поговорим о них подробнее. Глобально все эти опухоли можно поделить на две большие группы. Это плоские образования и сосочковые или папиллярные образования. Это такая классификация архитектурная. То есть первое, что мы видим, мы воспринимаем форму образования и можем его таким образом отнести в ту или иную группу и уже в пределах группы присваивать ему какую-то нозологическую форму, нозологический тип. Обратите внимание на вот уротелиальную пролиферацию с неопределенным потенциалом злокачественности. Такой громоздкий зверь тоже появился в классификации впервые, и раньше его не было. И за ним скрывается то, что мы привыкли называть гиперплазией уротелия. Это тоже, как оказалось, состояние неоднородное по своей природе и своей биологии. Что касается плоских уротелиальных пролифераций с неопределенным потенциалом злокачественности, то, в общем, это состояние довольно безобидное. На сегодняшний день данных о его связи с дисплазией и прогрессией в карциному инситу нет. Но, тем не менее, оно отдельно выделяется и имеет такое название, что связано в большей степени с популярными видами этих изменений. Уротелиальная дисплазия и уротелиальная карцинома инситу – это, собственно, разная степень цитологических уже изменений уротелия. То есть дисплазия – это изменения low-grade цитологические, уротелиальная карцинома инситу – high-grade цитологические изменения. И все знают, что, в общем, это диагноз гистологический, если вы его получаете, он требует большого внимания, потому что часто эти состояния бывают мультифокальны, и до 50% из них прогрессируют в инфильтративный уротелиальный рак. Что касается папиллярных образований, это большая группа, в общем, много копий сломано относительно того, как и что здесь классифицировать. Уротелиальная папиллома чаще встречается у молодых доброкачественная, уротелиальная пролиферация с неопределенным потенциалом злокачественной силе и папиллярная гиперблазия уротелия. На сегодняшний день есть данные о том, что, по крайней мере, часть этих состояний названы таким образом, имеют биологические и молекулярно-генетические перестройки, которые позволяют нам считать их минимальными начальными стадиями уротелиальной папиллярной карциномы low-grade. Кроме того, эти пролиферации ассоциированы с наличием у пациента в анамнезе уротелиальных карцином разной степени злокачественности и ассоциированы с риском развития у пациента в последующем, популярных уротелиальных образований разной степени злокачественности. Поэтому, конечно, требуют динамического наблюдения. И дальше вот эти две категории. Это популярная уротелиальная опухоль с низким потенциалом злокачественности. Впервые мы столкнулись с ней в 2004 году. Она была включена в классификацию Всемирной организации здравоохранения и неинвазивная популярная уротелиальная карцинома low-grade и high-grade. В классификации до 2004 года, классификации 1973 года, эти три образования называли просто популярную уротелиальная карцинома G1, G2 и G3. Вот, собственно, какой алгоритм работы патолога предлагает нам Всемирная организация здравоохранения. Это согласуется, в общем, с традиционным принципом нашей работы. Мы от меньших увеличений ведем к большим. То есть сначала мы обзорно смотрим на наличие и характер степени выраженности архитектурных изменений, степень фрактальности образования, если прямо говорить. А дальше мы спускаемся ниже на большее увеличение и уже смотрим, каковы цитологические изменения, какова методическая активность. И это позволяет нам, в общем, классифицировать популярное образование вот по такой схеме. Но на сегодняшний день уже сколько лет мы используем вот эту классификацию 2004 года, и она сохраняется в современной классификации 2016 года. И тем не менее среди специалистов, занимающихся этой проблемой, нет единства относительно того, какая система 73 года или 2004 года позволяет лучше стратифицировать пациентов по группам риска, по степени вероятности их прогрессирования до инфильтративных мышечно-инвазивных форм. Поэтому этот вопрос открытый, здесь есть проблемы, и, конечно, нужно общаться с патологом. В ряде случаев вот это PAN-LAMP очень невоспроизводимый диагноз, некоторые его избегают, это не значит, что его нет, это значит, что очень нечеткие критерии для того, чтобы его поставить. Ну и, конечно, нужно сказать несколько слов про стадирование мочевого пузыря, потому что вам это близко, вам это нужно, и наверняка вам это очень интересно, и, скорее всего, вас интересует вот эта вот часть таблички. Потому что здесь тоже очень много вопросов, сейчас очень активные дискуссии идут в профессиональном сообществе относительно субстадирования категории Т1. Надо это делать, не надо, как это делать, и как заставить своего патолога это делать. Что касается субклассификации, то на сегодняшний день существует очень множество предложений по тому, каким образом субстадировать эту категорию. Я не буду говорить о том, надо ли это делать или нет, потому что данные о том, что это имеет клиническое значение, и это позволяет, в общем, вычленить группу пациентов, которым требуется более агрессивное лечение уже на ранних стадиях, это уже известно. Проблема в том, как это делать. Есть вот система, которая предлагает градировать на три категории, на две категории. В чем проблема? Почему это так сложно? Потому что как устроена стенка мочевого пузыря? Мы вернемся вот к этой картинке. Вот слизистая оболочка, все понятно. Базальная мембрана, если опухоль преодолела базальную мембрану, она инвазивная. Дальше уже весь вопрос в уровне инвазив. Для большинства полых органов, скажем, желудочно-кишечного тракта, для нас есть очень простой ориентир, надежный, хорошо выявляемый, это мышечная пластинка слизистой оболочки. К сожалению, в мочевом пузыре все не так радужно, потому что одни специалисты говорят, что ее нет, другие говорят, что она есть, но по факту она есть, но она может быть очень разная. Она может быть в виде тонкого пучка волока. Она может быть в виде нескольких пучков волока. При этом она может быть гипертрофирована и неотличима, по крайней мере в материале тур, от собственной мышечной пластинки, от собственного мышечного слоя мочевого пузыря. Это порождает массу проблем для людей, которые занимаются исследованием и определением глубины инвазии в этом органе. Поэтому столько систем, столько предложений, и до сих пор ни одна из этих систем не нашла какой-то массовой поддержки. Вот только определение микроинвазии огромное количество. Что считать? Что считать кат-оффом? Считать ли по количеству клеток, по глубине инвазии, по попугаями, полями зрения микроскопа? Нет консенсуса, масса предложений, которые, в общем, позволяют говорить о том, что нужно искать способ это делать. И вот те проблемы, с которыми мы сталкиваемся реально, и вы видите, первая проблема, она, в общем, первая, в том числе и по значимости, и по чистоте, с которой мы с ней сталкиваемся, это тангенциальные срезы и плохая ориентация. Мы не можем ориентировать материал, полученный при трансуртральных резекциях. То есть это ситуация, которая близко к тому, что мы прошли с эндоскопистами, которые стали делать эндоскопические диссекции, резекции слизистой органов желудочно-кишечного тракта. Мы можем исследовать детально этот материал и давать им точную информацию, включая глубину инвазии, потому что они могут этот материал расправить, ориентировать и фиксировать до того, как мышечные слои стенки удаленно сжались и деформировали этот фрагмент. Если бы мы когда-нибудь пришли к тому, что материал трансуртральных резекций тоже можно было бы раскалывать и фиксировать, предотвращая его деформацию до этапа фиксации, то тогда, конечно, наши возможности и то, что мы могли бы надежно вам говорить, выросло грандиозно. Но пока мы вот так вот. Кроме того, может быть воспаление. Воспаление, к сожалению, бывает и при карциномах, и выраженная воспалительная инфильтрация собственной пластинки слизистой может маскировать минимальную инвазию в виде единичных опухолевых клеток. Их очень тяжело выявить. Вот то, что я говорила про то, что при инвазии в какие-то мышцы мы не всегда можем надежно утверждать, что это мышечная пластинка слизистой, либо это уже, собственно, мышечный слой, детрузор мочевого пузыря. Эта проблема существует. Безусловно, есть проблема термических артефактов и повреждения материала в процессе и механические, и термические. С этим очень не всегда легко иметь дело. Ну и так далее. Есть другие еще биологические проблемы. К чему все это приводит? Это приводит к тому, что на сегодняшний день ни одни из существующих рекомендаций не дают нам инструмента для того, чтобы классификационную рубрику Т1 субклассифицировать. Многие говорят о том, что это нужно, о том, что это клинически значимо, но у нас все еще нет инструмента, потому что мы его не разработали, и мы его не отточили, мы не доказали, что он работает. Вот у нас впереди много работы, нам, в общем, есть чем заняться. Спасибо за внимание. Вопросы, пожалуйста. У меня вопрос. Анна Сергеевна, скажите, пожалуйста, а вот в вашей практике вы мембрана мускуляриз видите, вот эту вот слизистую мышечную стенку? Да, в принципе, мы видим мышечную пластику слизистую, и она действительно может выглядеть очень по-разному. То есть она, вы видите ее? Да. Мы считаем, что она есть. Есть, понятно. Скажите, а вот субклассификация по глубине эвазии у лямина-проприо, это реально вообще сделать в условиях института и вообще в клинической практике? Ну, вот я говорю, что мы, как и все в мире, сталкиваемся с одними и теми же проблемами. То есть если мы поставим вместе с вами, поставим перед собой задачу попытаться хотя бы какие-то крупные фрагменты, получаемые при транспортной резекции, сориентировать, попытаться их зафиксировать до их сжатия и деформации, я думаю, что мы сможем сказать гораздо больше. Ну вот, это уже биопсийный пистолет, предстательный железе. Если такие столбики устроят вас вообще для патморфологов? Трансмуральный, биотаграция? Ну, мы можем по-разному. Это подумает, наша уже проблема. Это очень интересно, очень интересная точность. Это может дать дополнительную информацию, безусловно, только нужно довольно-таки широкий код. Ну, иглу мы найдем большую. Хорошо, спасибо большое. Еще вопрос, пожалуйста. Спасибо большое. Я думаю, что очень важный доклад, как и предыдущий, потому что именно проблема диагностики, отсутствие субъективизма специалиста, это залог правильного диагноза. И мы должны по большому счету вот именно искать тесные контакты с патморфологами, с цитологами, потому что на сегодняшний день это самые доступные методы, в общем-то, диагностики рака мочевого пузыря. Поэтому мы очень хотим с вами дружить. Самое идеальное, если бы онкоуролог был женат на патморфологию. Ну, в этом у вас стремится. Семья, семья, да. Хорошо. Хорошо.